Они покорили спортивный Олимп. Сегодня призеры и чемпионы мировых стартов встретились с главой республики. Гимнасты рассказали Михаилу Игнатьеву о цене победы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На троих четыре медали. Нынешний сезон для гимнастов республики выдался довольно успешным. Чувашские спортсмены отличились сразу на двух континентах. Алексей Германов поднялся на высшую ступень пьедестала в польском городе Вроцлав. В этом году именно здесь проходили всемирные старты. Пройти отбор в сборную страны было непросто. Нужно было на чемпионате мира войти в шестерку сильнейших. То есть с первого по шестое место нужно было занять одно из этих мест и, соответственно, попадаешь на всемирные игры. Всемирные игры проводятся раз в четыре года. На этот раз у нас золотая медаль и второе командное место, серебряная медаль. Сейчас мы готовимся на чемпионат Европы, который будет в конце сентября в Италии. На тренировочные сборы уже на этой неделе отправится и Владислав Полишов. Спортсмену предстоит выступить на чемпионате мира в Канаде. Своеобразной разминкой перед престижными стартами стала универсиада. В копилке Владислава бронза и серебро. Медаль высшей пробы в Тайбее завоевала Евгения Шулгунова. Самое главное – это командное первенство. Мы выиграли и мы, конечно, очень этим довольны и гордимся. В личном первенстве мы рассчитывали на медаль. Но остались в шаге от победы. В этом году за награды универсиады боролись и олимпийские чемпионы. К такому спортсменка оказалась не готова. Обычно они такой турнир проходят мимо, так как это, ну не знаю, для них не тот уровень. Они готовятся к более сильнейшим стартам. Но так как скоро будет проходить чемпионат мира, они приехали так проверить себя. Для медалистов мировых стартов в республике предусмотрены денежные выплаты из бюджета. Так в правительстве региона стимулируют спортивные победы. Тренеры говорят, что для подготовки чемпионов в республике создали необходимую базу. Глядя, какие у них условия, ям пролоновые. И что только нет. Расти, расти чемпионы олимпийских игр. Поэтому, конечно, приятно. Я не думала, что будут такие условия. Тем не менее, видите, я работаю в этой школе спортивной. Владик вырос в таких хороших условиях. Михаил Игнатьев отметил, что подготовка спортсменов высокого класса для правительства региона – приоритетная задача. Мы 13 видов спорта развиваем. По оценке Министерства спорта Российской Федерации, мы в чисто лучших регионах находимся. По развитию физической культуры и спорта, по массовости. Наша задача – планку поднимать. С каждым годом все лучше и лучше. Но мы в последние годы очень много объектов построили, миллиарды рублей вложили. У гимнастов график расписан по часам. Впереди спортивные сборы и новые старты. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.